Здравствуйте! На 12-м канале новости. В студии Анна Черных. Смотрите в этом выпуске. В погоне за проездными. Проездные заканчиваются. Люди идут ажиотаж. И едут сюда. Горожане оккупировали киоски с транспортными картами. Вторая жизнь ненужной тары. Амичам предлагают сдавать упаковки из-под майонеза и молочных продуктов. Где будут их перерабатывать? На трамвае в советское прошлое. В России такой формат используют Казань и Нижний Новгород. А в Омске поездка по восьмому маршруту стала первой. Амичей приглашают на трамвайную экскурсию. И крещенских морозов не будет. В Омске обещают теплую и снежную неделю. Почти 20 тысяч пластиковых карт для оплаты проезда в городском и общественном транспорте Амичи раскупили за выходные. Сегодня найти Омку в торговых точках сложно, но можно, горожане говорят, в поисках карты. Приходится обходить по нескольку лайков. Ездил по таким же киоскам, и нигде нету. Говорят, нету, не завезли, будут завтра. Вот ездил в субботу, искал, нигде не было проездных. Проездные заканчиваются, люди идут, ажиотаж, все едут сюда. Кто в основном покупает? Взрослые, пенсионеры, школьники? Больше покупают пенсионеры, школьники. Впрочем, несмотря на ажиотаж, дефицита проездных нет. Их регулярно поставляют в торговые точки большими партиями. И следующее, как сообщили в мэрии, появится в продаже в четверг. В Омск привезут почти 30 тысяч карт. Примерно столько же поступят и на следующей неделе. Чиновники советуют не покупать карты впрок. Такой необходимости попросту нет. Баланс Омки можно пополнять. Напомню, с начала работы новой системы в январе горожане скупили весь годовой запас карт всего за пару дней. Сейчас рассчитываться за проездами можно не только в муниципальном транспорте, но и в частном. По данным профильного департамента, из 162 городских маршрутов пластик не принимают только в 22. В связи с переходом на новую систему оплаты проезда, кондукторы перед каждым выходом в линию проходят специальный инструктаж. Учатся пользоваться модернизированными терминалами, которые снимают деньги не только с банковских карт, но даже с телефонов и наручных смарт-часов. Управлять аппаратом можно с помощью пары кнопок, поэтому экспресс-курсы длятся всего 10 минут. Параллельно проводят и психологические тренинги, учат гасить конфликты. Стараемся, конечно, их успокаивать, потому что мы понимаем, какая это тяжелая работа, приехать в 5 утра на работу, и когда пассажиры выплескивают все свои негативные эмоции уже утром на кондуктора, то все мы, наверное, понимаем, как потом кондуктору приходится целый день работать. Поэтому стараемся убеждать их, чтобы не конфликтовать с пассажирами. В первую очередь, конечно, еще обращаем внимание на работу с детьми. Есть какие-то моменты, когда в первые числа января просто блокировалась и карточка, и специалисты оперативно разбираются. Если это было по вине предприятия, из-за программы, недоработки программы, то пассажиру, конечно, все компенсируется. Омские чиновники тем временем предлагают увеличить размер штрафа для безбилетников в 5 раз. Сейчас наказание для зайцев всего 100-150 рублей. Если поправки примут за безбилетный проезд, придется отдать 500 рублей. Изменения коснутся и тех, кто не оплачивает поездки на маршрутах пригородного и междугородного сообщения. В Омске установят умные камеры. До сентября в городе появится 50 комплексов видеонаблюдения, которые смогут следить за выбранным объектом и распознавать лица людей и автомобильные номера. Камера также сообщит о движении в запрещенной зоне, подозрительных предметах и даже нетипичном поведении группы лиц. Интеллектуальную аппаратуру разместят не только в центре, но и на окраинах города. По 22 камеры установят в Кировском и Центральном округах, в Советском 16, в Ленинском 12 и в Октябрьском 6 камер. Все в местах массового пребывания людей. Александр Бурков попал в высокую зону устойчивости в рейтинге Госсовет 2.0. Работу глав регионов специалисты коммуникационного холдинга оценивали по шести критериям, среди которых наличие губернатора под управлением большого проекта, уникальное позиционирование качества политического менеджмента. Оценивали экономическую привлекательность региона. У Омской области два балла из трех возможных. Это соответствует средней привлекательности региона для элитных групп. Также позиции глав регионов оценивались поблизости следующих выборов. В сумме Александр Бурков в рейтинге получил 13 баллов и попал в высокую зону политической устойчивости. Пластиковую тару из-под майонеза и молочных продуктов теперь можно сдать на переработку. Сбор организовала Омская компания мобильного приема вторсырья. Сдать накопившиеся стаканчики и ведра можно раз в месяц на точках, указанных на странице предприятия ВКонтакте. Здесь же организаторы сообщают о датах работы передвижных пунктов. Пока акция проходит лишь в качестве эксперимента, всю собранную тару отправят на переработку в одну из местных компаний. Нужно, чтобы таро было чистым, она должна быть переработанной водой. Не обязательно, чтобы это было сделано в моющем средстве. Акция проходит раз в месяц. Мы проезжаем по городу где-то в 15 точках. Мы отправляем этой компании, которая занимается производством полипопилена, точнее не полипопилена, а тары. И они добавлять будут это вторсырья, которое мы дадим, в производственный цикл. Принимают на переработку в мобильных пунктах и другие виды вторсырья. Батарейки, аккумуляторы, макулатуру и старую одежду. Интересно, что последние пользуются большим спросом у омских мастеров. Из ткани они создают необычные экспозиции и поделки. Собирают организаторы и зубные щетки, которые сегодня перерабатывают только в нескольких городах России. Их специально отвозят в Питер. К другим темам улететь в северную столицу России, а мечам, будет сложнее. Рейсы туда теперь выполняет лишь один авиаперевозчик – компания «Россия». А вот «Севен», которая до сегодняшнего дня совершала рейсы дважды в неделю, полеты в Санкт-Петербург отменила. Такое решение перевозчик объясняет коммерческими причинами. Сокращения коснулись еще одного направления. Отменен один из двух регулярных рейсов из Омска в Новый Уренгой. Теперь улететь туда можно будет только в среду. По страницам истории на трамвае в Омске запустили экскурсионный вагончик. Он отправился по восьмому маршруту. Проехав от остановки Котельникова до производственного объединения «Полет», пассажиры вернулись в советское прошлое нашего города. В честь кого площадь Серова носила название «Корлушка», какие секретные разработки велись в 16-м военном городке и какое отношение парк 30-летия в ЛКСМ имеет к старозагородной роще. В экскурсионном трамвае прокатилась Анна Кокорина. Речной порт, Ленинский рынок, площадь Серова. Эти остановки водитель Елена Смирнова проезжает по 12 раз в день. Говорит, судьбой героя Советского Союза, летчика-испытателя Анатолия Серова, знакома со школьной скамьи. О том, что прежде одноименную остановку называли «Корлушкой», сегодня узнала впервые. Всему вино сердобольный папаша, который в начале 20-го века возглавлял станцию «Омск». Он распорядился, чтобы пассажирский поезд, возивший в то время горожан от ЖД вокзала в центр, стал делать единственную промежуточную остановку, чтобы принять на борт его сына, гимназиста Карла. Вечером аналогичным образом ученика доставляли домой, так что пассажиры так и говорили «У Карлушки останавливаемся». Интересно очень узнать, очень много про Омск, историческое, послушать, хоть чуть-чуть, но и услышала. Чтобы ни один исторический факт не прошел мимо ушей пассажиров, каждого снабдили специальной аудиосистемой. За час экскурсовод поведал об истории возникновения казачьей слободы, омском ободроме, строительстве мечети и синагоги. В окна трамвая экскурсанты успели разглядеть некоторые здания 16-го военного городка. До 80-х годов прошлого столетия сюда не только не пускали посторонних, но даже издалека запрещали фотографировать здания. На картах огромная территория скрывалась под фразой «земли, принадлежащие Министерству обороны». Омские окраины, у них свои загадки, свои истории. Омские окраины – это то, что не видно каждому человеку, потому что все-таки наша жизнь сосредоточена на таких локальных рабочих пространствах. И поэтому мы хотим людей, например, с территории Левого берега, с территории Старого Кировска в том числе, все-таки обратить их внимание на ту часть истории, которая, может быть, для них была закрыта, потому что это история омско-производственная. Без внимания не оставили и ныне популярного мечей места для прогулок. К примеру, парк культуры и отдыха, носящий имя 30-летия в ЛКСМ, прежде именовался «Новозагородной рощей». Здесь, как и на Старозагородной, часто отдыхали семьями. Трамвайная экскурсия получилась по-семейному теплой. Новое для себя открыли и школьники, и студенты, и люди старшего поколения. Комфортно, потому что по городу всегда бываешь, и если что-то хочется, то можно сфотографировать и поближе подойти. Например, здание табачной фабрики Серебренникова. Я там часто бываю, оказывается, это очень такое интересное здание. Я никогда раньше не катался на трамвае, и это было очень круто и интересно. Особенности карты, которая была сделана в 1917 году. Я первый раз это вообще все вижу и узнаю. Мне было это очень интересно. Экскурсионные трамвайчики особой популярностью пользуются за границей. За видной регулярностью они курсируют по улицам Ниццы, Праги и Рима. В России такой формат используют Казань и Нижний Новгород. А в Омске поездка по восьмому маршруту стала первой. Но, судя по довольным отзывам экскурсантов, далеко не последней. Анна Кокорина, Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. В лучших традициях царской России в Омске прошел императорский бал. Так барышни и кавалеры встретили Новый год по старому стилю. Как и положено, вечер танцев в историческом парке начали с полонеза. А после окунулись в историю. Выяснилось, что императорских балов, когда на торжестве присутствуют члены коронованной фамилии, в Омске не было. Однако танцевальные вечера с завидной регулярностью проводили. Семьи офицеров, купцов и омской знати чаще всего собирались в генерал-губернаторском дворце, в зданиях мужской и женской гимназии и нынешнего дома ветеранов. Торжества посвящали именинам членов царской семьи, но самыми пышными были рождественские и пасхальные балы, а также благотворительные встречи. В 1919 году, когда Омск был столицей белого движения, да, и уже живых-то не было царской фамилии, но так оказалось, что очень много было беженцев из столицы, из Петрограда, того же самого. И вот чтобы поддержать их, проводили благородное, ну, различное общество, землячество, проводили лотереи, балы, вечера, костюмированные различные спектакли, чтобы, ну, собрать деньги и помочь конкретному лицу. Это даже не то, что история, это наша память генетическая. Мы должны себя вести, как великие книжные девушки. Мужчины наши должны быть, как офицеры, иметь честь и достоинство, то, что сейчас утеряно. Я думаю, на балу это все можно будет увидеть. Мы видим казаки в лучших их традициях, тоже можно взять на вооружение их поведение, их образ жизни. Это то, чего нам не хватает. Черных лесорубов стало меньше. В канун Нового года в регионе без разрешения срубили 11 сосен, в то время как в прошлом году незаконно срубленных деревьев было почти в шесть раз больше. Статистику озвучили в региональном управлении лесного хозяйства. В предпраздничные дни инспекторы провели 380 контрольных рейдов и лишь четыре раза наткнулись на черных лесорубов. Всего в прошлом году таких случаев было 407. Омский «Авангард» во второй раз одержал уверенную победу над московским «Спартаком». В этот раз в ворота красно-белых «Ястреба» отправили три шайбы. При том, что счет на табло открыли москвичи, точно реализовав большинство. Равновесие в игру во втором периоде вернул «Тейлор Бэк». А под занавес второй 20-ти минутки Илья Михеев вывел свою команду вперед. Точку в матче, оформив дубль, поставил все тот же «Тейлор Бэк». Итоговый счет 3-1 в пользу «Ястребов». Между тем, в пресс-службе губернатора подтвердили, что вопреки слухам «Авангард» все-таки вернется в Омск. Ускорить процесс совместными усилиями сейчас стараются руководства региона, компании «Газпром» и «Газпромнефть», а также правление хоккейного клуба. Быстрее вернуться в Омск команде поможет и проведение в нашем городе части молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Владислав Третьяк и Федерация хоккея России уже выразили поддержку региону. Так что при самых благоприятных условиях сезон 2021-2022 годов красно-бело-черные начнут дома. Пошаговую инструкцию, как подключить цифровую приставку к телевизору и не остаться без 12-го канала, готовят для наших телезрителей ведущие Алена Зарина и Константин Поминов. Выпуск программы «Тот еще вечер», посвященный переходу на цифровое телевизионное вещание, выйдет в эфир сегодня в 19 часов. Как смотреть телевизор в ближайшем будущем и правда ли, что зрители, у которых на экране уже появилась буква «А», перестанут видеть все телеканалы? Каждый желающий сможет дозвониться на прямую линию и задать волнующий его вопрос. Омскую утку, воспитанную собаками, показали на федеральном канале. Историю необычного семейства 12-й канал рассказал еще в августе. От неминуемой гибели птицу, выпавшую из грузовика на Фрунзенском мосту, спасла амичка Анастасия Калмычкова. Утенка-девушка оставила у себя, несмотря на то, что у нее уже есть два питомца Шарпеи – Феста и Сэнди. Последние довольно радушно приняли новую любимицу и, по сути, взяли на дни шефство. Вместе с собаками утенок по имени Гав играет дома, прогуливается на улице и даже ест из одной миски. Хозяйка птицы завела утенку аккаунт в Инстаграме, где регулярно выставляет фото и видео из жизни этой необычной компании. Сейчас у утенка больше тысячи подписчиков и, вероятно, после эфира на федеральном канале количество поклонников будет расти. И последнее. Крещенские морозы отменяются. Мечей ждет снежная и относительно теплая неделя. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни будет облачно и пасмурно. Днем столбик термометра не опустится ниже минус 10, ночью до 13 градусов со знаком минус. При этом всю неделю будет идти снег. Синоптики обещают, что такая подходящая для прогулок погода сохранится до конца января. Более подробно о погоде через несколько секунд. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Реклама будет короткой. Знаменитая новогодняя распродажа в ювелирных магазинах «Березка». И в завершении выпуска о погоде. Завтра, 15 января, по области в Омске пасмурный снег. В районах ночью до минус 9, днем минус 7, минус 8. В Омске ночью столбик термометра покажет 6-7 градусов холода. В дневные часы температура существенно не изменится. Ветер с северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. На этом пока все новости. Хорошего дня.